Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня есть друг, которым я очень дорожу. Находимся мы друг от друга далеко и встретиться в реальности это какой-то шанс на миллион. Сама цель заключается в том, что я знаю о его плохом состоянии на протяжении долгого времени. Я знаю, как ему бывает плохо, он не рассказывает напрямую о проблемах. Даже если бы рассказал, чем я помогу. Мне больно смотреть, как страдает близкий мне человек от бессонницы, галлюцинации и прочих ментальных проблем. Я говорила, что может стоит обратиться за помощью к родственникам, но у него почти никого нет, кто смог бы повлиять или помочь. А там в плане родственных отношений все печально. Я правда не знаю, чем могу помочь. Я искренне понимаю, что будет слишком поздно, поэтому пожалуйста, рвите, что мне сделать. Как помочь человеку на расстоянии. Я предлагал обратиться к психологу, но мои советы были проигнорированы и ничего не поменялось. Прошу, скажите, что мне делать. Что ж, вопрос довольно непростой. С точки зрения этики. Потому что этичность здесь восходит к особенностям отношений между людьми. И я бы сказал в этом смысле, что много упирается в то, что для вас, условно говоря, могло бы быть приемлемо. То есть много упирается в то, что для вас является адекватным решением, да, а что нет. Что для вас является решением проблемы, в принципе. А что нет, потому что, как бы, ну, с точки зрения, например, допустим, с точки зрения как-то вот психологии, скажем так, с точки зрения именно психологии, если мы говорим об этом, да, то я думаю, что, ну, я склоняюсь к идее о том, что желательно как-то принимать решение человека жить так, как он в целом хочет жить. Вот. То есть, ну, в данном случае человек выбирает жить вот так. Выбирает страдать, условно говоря. На мой взгляд, это так или иначе его выбор. И я бы с точки зрения психологии ставил под сомнение факт того, что вы им дорожите, потому что вы-то им, может быть, и дорожите. Вот. Вы, может быть, может быть, им дорожите. Но нюанс заключается в том, что то, что вы не принимаете человека таким, как он есть, то, что вы не принимаете его выбор. Это вот, конечно, свидетельствует во многом о том, что, возможно, вы дорожите не совсем человеком. Возможно, вы дорожите как раз тем, что вам нужно от этого человека. И в этом смысле, как мне кажется, очень важно, по крайней мере, себя не обманывать. То есть, не обманывать себя относительно того, чем именно вы дорожите. Потому что лучше, пожалуй, было бы, если бы вы как-то, ну, признали, что ли, признали, что вот я ображу там все-таки чем-то, ну, чем-то своим. Ну, возможно, это было бы честнее, возможно, это было бы адекватнее. Возможно, это принесло бы вам определенный шанс как-то вот выстроить отношения, да, сделать их более открытыми, что ли, более честными, более, скажем так, перспективными. Потому что в таком ключе, в котором вы, ну, в котором вы движетесь на данный момент, я бы сказал, что вы движетесь к разрушению отношений. Так, а также, с точки зрения психологии, здесь могут быть замешаны некоторые ваши личностные проблемы, некоторые ваши собственные противоречия, вот, некоторые ваши трудности и внутренние конфликты, которые вы, вероятно, пытаетесь решать. Вот. И, соответственно, вот на эти все аспекты, как мне видится, нужно обратить ваше внимание и, вот, хотя бы отграничить одно от другого, да, то есть хотя бы отграничить там, где вы, например, решаете свои проблемы через человека, и там, где вы пытаетесь действительно, на самом деле, помочь человеку, человеку, на которого вам, грубо говоря, не все равно, на которого вам не плевать, да. Дальше идем. Следующий момент. Дело в том, что, если для вас внутренне приемлемо не ну, как-то вот не смиряться, да, не принимать решение человека жить условно говоря так, как вот он хочет. вот, если для вас это приемлемо, вот, то в таком случае, конечно же, вы можете ээээ... настаивать на помощи, вы можете начать вкладываться сами, вы можете делать что-то против желания человека, вы можете заказывать ему какие-то услуги, да, ну, я имею ввиду услуги, вот, ээээ... помощи, да, вот, вы это все можете реально делать, если для вас это приемлемо. Но, в этом случае, вы рискуете на влечь на себя злость человека, вы рискуете на, эээ... на влечь на себя непринятие человека, ээээ... вашего, ээээ... решения, вот, эээээ... ощущение, ээээ... человеком, что, вы не уважаете его эээ... выборы, его решения, и так далее. ээээ... вы можете, ээээээээ... даметит, что, ээээээ... всё это не важно, да, если ээээээээээ... Речь идет, вот, про помощь близкому, вот, и абсолютно здесь спорить с вами я не буду, потому что это решает каждый для себя сам, каждый решает для себя сам, как он будет выстраивать отношения с человеком, каждый для себя решает сам, как он видит, ну, например, проблематику, да, как он видит какие-то конфликты, как он видит какие-то вызовы и так далее, вот. Поэтому, на мой взгляд, вы решаете сами исключительно этот вопрос и вы берете на себя ответственность по-моему, за такого рода решения, но просто вот хочется вас как-то вот, может быть, предупредить, да, о том, что, ну, вот, что человеку, значит, ну, может не понравится ваше решение, человек может посчитать ваше решение неверным, да, и, соответственно, могут быть какие-то здесь неприятные для вас последствия, то есть вы, грубо говоря, ну, достигнете вот своей идеи, идеи помощи человеку, да, то есть вы, может быть, ему как-то поможете, да, даже против, например, его воли, да, вот, вы это можете сделать, но вы рискуете человека потерять, поэтому преди чем, ну, преди поступать, да, так, преди чем действовать, таким образом, имеет смысл как-то взвесить всё и посмотреть, что вам ближе, какое решение вам ближе именно с точки зрения вашей этики, и уже поступать именно из этичных соображений, потому что можно понять вашу альтруистичность, можно понять ваше желание помочь человеку близкому для вас, вот, это всё можно, можно понять, а в этом нет, да, ну, в какой-то аномалии, это совершенно логично и совершенно нормально, но это вопрос цены, то есть вот именно вопрос цены, какую цену я, значит, готова заплатить, да, для, за то, что придерживаюсь вот своих, ну, своих ценностей, в какую цену я, готова за это заплатить, и вам, соответственно, необходимо ответить на этот вопрос, потому что если вы его пропустите, этот вопрос, если вы его как-то вот проигнорируете, в частности, то потом вы будете иметь возможность страдать, вот, потом вы будете иметь возможность испытывать негативные чувства, вот, в частности, от того что, как же так, вот я с помогала, да, вот искренне, искренне старалась, значит, ну, что-то делать для человека, а он, ну, значит, не оценил, да, он, значит, не, ну, там, не относился к этому, так как я, например, хотел быть, вот, и, соответственно, от этого мне очень будет плохо, вот, а также я порекомендовал вам сделать, что, ну, наверное, обязательно изучить в интернете тему треугольник Карпана, обязательно изучите эту тему, потому что это важно, достаточно, вот, дабы исключить у вас вот эту вот историю про порученный такой круг отношений, про порученную модель отношений, деструктивную модель отношений, вот, чтобы ее у вас не было, ну, вот, ну, а вам уже, если вам откликнется это, если вы, если вы почувствуете спасительство на самом деле, то мы будем рады вам помочь, если нет, то ищите возможность помочь, но учтите, что придется нарушить личные границы человека. На этом все, буду благодарен за обратную связь, по моему ответу это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи!